Анатолия Акулова и Альбинова Добрый вечер! А в гостях у нас сегодня краса и гордость новгородского спорта. Мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка России по вольной борьбе Надежда Соколова. Надя, привет! Я на правах личного знакомства, потому что Надю знаю с детства. Если ты не против, на ты буду сегодня обращаться. Здравствуйте, я не против. Здравствуйте, Надежда! Вас не часто можно встретить в Великом Новгороде. Пользуясь случаем, соседи, конечно же, вас пригласили к себе в гости. Спасибо, что пришли. Расскажите, какие соревнования, какие титулы были завоеваны в прошедшее время с того момента, как мы с вами не виделись, не встречались. В том году я выиграла чемпионат России, свой первый чемпионат России. В этом году я подтвердила лидерство, также стала победительницей чемпионата России. До карантина у нас был турнир Гран-при Иван Ярыгин, там я стала призеркой. Затем у нас был сбор в феврале в Кисловодске. И все, на этом закончилось, потому что пандемия началась. И все соревнования, сборы все перекрылись. У вас это тоже коснулось? Да. Сейчас только регулярные тренировки? Да, но у нас уже наступил... Первый сбор был после карантина у нас в июле. Мы также приезжали на базу, сдавали анализы на ковид и приступали к тренировкам, если все хорошо. К огромному сожалению, Надя сегодня не смогла прийти сюда твой тренер, Олег Алексеевич Марков, и поэтому тебе одной придется отдуваться за двоих. Наша программа всегда интересует личная история. Несмотря на то, что вы уже много раз в интервью рассказывали о том, как ты пришла в вольную борьбу, хочется еще раз услышать эту чудесную историю. Ну, меня пригласил сам тренер. Он может буквально в магазине, на улице подойти к родителям, к самим мальчикам, девочкам и предложить, не хотите ли вы заниматься вольной борьбой. И вот так я питалась в школьном лагере, в кафе «Юушка», а он там со спортсменами, ну, у них тоже питание было. И вот он меня так увидел там, просто подошел, девочка, не хочешь заниматься вольной борьбой, дал номер телефона, ну, сказал, где живет, я как раз недалеко там жила. И это было летом, по-моему, наверное, в июле, наверное, где-то так, или в августе. И в сентябре я вот пришла в секцию. Сколько тебе лет тогда было? Двенадцать. Одиннадцать, двенадцатый год был. А как ты думаешь, с чем это связано? У него есть какая-то интуиция? Ведь он же не просто так подошел к тебе, вот не просто так все сложилось. То есть вот такая вот надежда с такими титулами уже сидит перед нами спустя годы. Ну, он как-то, может, смотрит, конечно, своим взглядом. Оценивает. Да, оценивает. Я такая маленькая была, крепенькая, может, и поэтому он решил предложить. Я пришла, я пришла тоже с девочкой, ну, она буквально, может, через год ушла. И вообще у меня сестра тоже начала заниматься со мной, потом они тоже не захотели, я вот осталась. Но вообще неудивительно было? Все-таки вольная борьба. До этого ты каким-то спортом уже занималась? Нет, вообще не занималась, но я так вела активный образ жизни, я всегда во дворе бегала, играла, там, лазала, то есть, ну, активно. И то, что касается вольной борьбы, ну, я так думала сначала, вроде это не женский вид спорта, хотя много девочек занимается борьбой. И родители у меня тоже сначала так думали, надо тебе это, не надо. Ну, я как-то осталась, мне, в принципе, понравилось. Я ездила в разные города, страны, у меня, в принципе, сразу практически все стало получаться. Ну, как, медальки были. Вот, наверное, в этом секрет. Сразу стало получаться. Начала зарабатывать свои какие-то денюжки, я даже помню, первые деньги, это было 870 рублей, я получала. Какие-то призовые? Нет, это именно, как это, я даже не знаю. Стипендия? Да, наверное, как-то стипендия. У меня вопрос ровно, что потратили. Мне кажется, я тратила на еду. Ну, так, она покушает что-нибудь вкусненькое. Ну, там, и маме давала какую-то денюжку. Ну, понятно, 870 рублей. Ну, раньше это было, наверное, побольше, сейчас-то это, понятно? Конечно. Ну, где-то я, наверное, в 13-14 начала вот именно вот эти. Ну, в 14 лет, да, я выпала в КМС, кандидат в мастера спорта. Довольно-таки быстро, да, получается, пару лет отзанималась? Да. Так я буквально через 3 года стала чемпионкой первостой мира среди кадетов. Мне было 14 лет, 15-й год. Вот. Это в Венгрии было в 2011 году. Хотя мне кажется, что девушки более упертые, в том числе и в спорте. Но вот смотрите, если, например, про победы понятно. Если поражение вдруг случилось у вас, не хочется все бросить и заняться чем-то другим? Ну, чтобы так вот прям бросить, у меня не было. Я делала выводы, мы с тренером разбирали ошибки. Работа над ошибками. Да. И дальше работали. Он меня поддерживает, он в меня верит. И я в себя верю. Некоторые девочки, наверное, в себя не верят. Они думают, что все, ничего не получится дальше. У тебя были такие мысли? Нет, у меня таких не было. Я всегда верила, надеялась, что у меня все получится, что я выиграю. Хотя у меня были проигрыши. Я расстраивалась, и слезы были. А так все. Вы обсуждаете каждый раз твои проигрыши. А как происходит настрой на сами соревнования? Ну, я стараюсь не думать о борьбе. Ну, вот как иногда, конечно, вот ложусь спать. У меня все равно глаза закрывают, да. И мысли сами лезут, как я буду завтра бороться. Я сразу знаю, с кем я буду бороться. И как с одной, как с другой буду бороться. Но стараюсь переключаться. Либо, может, кино посмотреть, какое-нибудь веселое, наоборот. Музыку послушать. Ну, просто в телефоне поиграть, допустим. Ну, как-то отвлекаюсь. Ну, и стараюсь пораньше ложиться, чтобы выспаться. А с утра уже тренер настраивает. Ну, говорит, как работать. Если я буду быстро работать, то я буду выигрывать. У меня будет все нормально будет идти. Если я буду стоять, допустим, ну, не думать о атаке, защищаться, то... Это именно твоя личная история, да? Это вот конкретно с тобой так, да, происходит? Тебе надо быстро все делать? Да, мне надо быстро, быстро. Это твоя сильная сторона? Своя сторона. Да. Надо первым номером работать. Не давать сопернику, чтобы он начал какую-то атаку там. Ну, чтобы у него не было мыслей сделать атаку, чтобы он желательно только вот защищался. То есть вы следите за соперниками, оцениваете, заранее просматриваете видео поединков и так далее? Да, ну, я почти всех соперников своих знаю. Дружите? Ну, да. В принципе, мы всегда здороваемся. Ну, так, чтобы прям переписываться, общаться, нет, ну, приветствуем там на соревнованиях и даже поздравляют некоторые девочки. Вот, например, чемпионка России стала у меня с другой страны там девочка, моя соперница, поздравила меня там. Я сразу созрел вопрос. У музыкантов часто присутствует такое понятие, как побатлить, поджемить, то есть встретиться и в удовольствие поиграть музыку. Есть ли у вас такое? Встречаетесь и в удовольствие боретесь? Нет. Спрашивайте. Я хотел спросить, перед эфиром у меня появился вопрос, как вы, бойцы, вам же тоже нужно, борцы, сбрасываете или набираете вес? Нам интересно. У нас в основном все старты, ну, многие старты, у нас 2 килограмма прорез, то есть моя категория 50 килограмм, мы, ну, можно допускать 52 килограмма. Это, в принципе, большой плюс в том, что особо не надо норму делать, получается. И вообще, в основном только чемпионат России у нас, ну, норму надо сделать, вот 50 килограмм Европа, мир, ну, естественно, Олимпийские игры, даже вот сейчас чемпионат России проходил, у нас даже было 2 провеса. Ну, делают для некоторых девочек, которые очень много гоняют, чтобы они были посвежее, наверное, кого они видят. Посвежее, термины такие интересные. Да, получше себя чувствовали, потому что если они сгонят, допустим, 5-6 килограмм, они, естественно, будут не в такой хорошей форме, поэтому делают провес. А я, допустим, гоняю вес, ну, вот у меня не сильно большой, ну, где-то 3 килограмма я гоняю, это если в 50. Ну, где-то я начинаю, наверное, за дня 4 до старта. Кардио, не есть, голодать, что вы делаете? Ну, обычные тренировки, как я подхожу к соревнованиям, такие уже за 4 дня, ну, полегче чуть-чуть, в основном все там на скорость, на технику, ну, естественно, чтобы сбросить вес. Ну, чуть-чуть поменьше кушаю, естественно, воду поменьше пью. А тренировки у вас одно время были на улице, сейчас поддерживаете эту традицию? Рано утром, я помню, бегали тренер у вас. Да, у нас есть, но вот именно сейчас, я просто недавно со сборов приехала, я как бы одну тренировку делаю, ну, чуть-чуть передохнуть. После соревнований приехала, поэтому по одной. А так в основном, конечно, по две. С утра беговая, если погода позволяет, в парке бегаем, кроссы, там, и лестница, и горки, ну, и с тренером, естественно, двигаюсь, и там на резину работаем, и турники, брусья, все вот это. Обывательский вопрос. Есть ли разница между мужскими и женскими поединками в вольной борьбе? Если есть, то в чем? Даже не знаю. Ну, мужчины, наверное, более сильнее, скоростнее, как-то у них, наверное, такая погрубее борьба, можно так сказать. Рычат во время поединок. Я даже не знаю, девочки в основном могут даже задраться. Ну, мальчики, конечно, тоже могут. Что значит задраться? Подраться. Прямо на настроение. Какие-то, да, шмунги, например, делают, вот если сопернице не понравилось, как будто бы она сильно делает, как будто ей показалось, что специально, она может в ответку дать. Но вообще останавливают схватки, и могут вообще обеих могут... Дисквалифицировать. Шмунги, я услышал. Шмунги. Шмунги, что это? Шмунги — это рукой, допустим, по голове. А, запрещенный прием. Ну, нежелательно, ну, если грубо делать, то нельзя, сразу говорят. Ну, вообще есть такое мнение, что женщины в принципе же более эмоциональны и воспринимают поединки более личностно. Согласна с этим? Да. Как в твоем случае происходит? Ну, да, я сильно переживаю, когда я проигрываю. Ну, естественно, у меня бывают и слезы, и какие-то... Даже вот сейчас, по истечении стольких лет в борьбе, слезы до сих пор бывают? Да, слезы у меня бывают даже на тренировках. Даже на тренировках? Да, бывает. Ну, как-то так получается. Ну, я, конечно, собираюсь, и все, дальше тренируюсь, все нормально. Вытру слезы и дальше работать. Не знаю, как так получается. Скажите, пожалуйста, наш президент, Владимир Владимирович Путин, очень часто встречается со спортсменами. Вы встречались с президентом? Нет, не удавалось пока встретиться. Мечтаете, возможно, выйти на... Да, я хочу, конечно, встретиться с ним. Надо на Олимпиаду поехать. Медаль взять, и тогда все будет. Дорогие соседи мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка России по вольной борьбе Надежда Соколова сегодня у нас в студии. Не переключайтесь, после небольшой паузы мы продолжим разговор. Дорогие соседи мастер спорта для пайщиков-пенсионеров. Выгода по сбережениям 12,5% годовых. В ПК «Звезда» удобно, выгодно, застраховано. 637-650, 637-650. Компания «Плюмар» переехала в новый офис по адресу Орловская, 44А. Теперь в одном здании работают рекламно-производственная компания, агентство рекламной фотосъемки «Бифото», багетная мастерская, магазин офисной мебели и канцелярии. Наша команда профессионалов ждет вас по адресу Орловская, 44А. Уверены, что сотрудничество с нами будет по-прежнему плодотворным и комфортным. Мы растем и развиваемся для вас. «Плюмар» Орловская, 44А. Концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами, даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких. Серебро – это врожденное благородство и символ материального благополучия. Салон «Серебро» предлагает широкий ассортимент столового серебра и достойные ювелирные украшения. Удивительное разнообразие изделий от булавки до савовара. Большой выбор чайных ложек и ювелирных коллекций. Создавайте свои семейные традиции вместе с нами. Наш адрес – Воскресенский бульвар, дом 1. Продолжаем общение с Надеждой Соколовой, с нашей чемпионкой по вольной борьбе Надежда. Скажите, пожалуйста, у вас есть кумиры? Ну, да, есть. Но я вообще у каждого спортсмена могу что-то взять. Это важно. Вот, например, мне нравятся девочки с Японии. Это вообще самая сильная команда в женской борьбе считается в мире. И там очень хорошие... У них на скорость больше работают. Мне нравится, как они быстро двигаются. Они постоянно обманывают соперника, соперницу. Хитрые, значит. Да, хитрее как-то. У них вроде... Японки. Японки. Два-три приема, но они отточены идеально. И поэтому мой тренер, конечно, хочет, чтобы я боролась не одним-двумя приемами, а больше делала действий каких-то, ну, чтобы красивая борьба была. И неожиданно для соперника. Да. И, ну, он хочет, чтобы я боролась быстро, вот как японки. Назовите, пожалуйста, топ-3 борцов мира за всю историю. Да, давайте вспоминайте. Каори Ича. Четырехкратная олимпийская чемпионка японка. Также японка есть женщина. Она трехкратная олимпийская чемпионка. Это вот Саори Юшида. Достаточно? Нет. Давайте еще девушку. Мария Стадник. Она раньше боролась за Украину, сейчас перешла за Азербайджан. Она вообще трехкратная призерка олимпийских игр и семикратная чемпионка Европы. Она дважды мама. А, кстати, вот, Надя, сразу же вопрос. Материнство не мешает борьбе? Мне кажется, нет. То есть возвращаются, да, женщины? Становятся мамами и потом возвращаются в больную борьбу? Да, возвращаются. Много есть случаев. То, что возвращаются, приходят в форму и даже очень хорошо борются. Там срабатывает особая такая уже защитная галочка мамы. У нас вот в женской борьбе есть Наталья Воробьева, первая олимпийская чемпионка в 2012 году стала. В 2016 она стала серебряной. И после она взяла паузу, родила ребенка и вернулась. Успешно? Да, стала чемпионкой мира в прошлом году. Вот, как бывает. Ну, в свете последних событий не могу не спросить свое мнение по поводу Хабиба Нурмагомедова. Вообще, в принципе, следишь за боями ММА? Ну, мне не очень, конечно, нравится. Другая история, да? Спорта, да. Мне не нравится то, что они там дерутся. Мне как-то жалко их. Ну, особенно девочек. Не знаю, зачем они туда пошли. Хотя многие, наверное, думают, зачем я в борьбу пошла. А за Хабибом, ну да, я, в принципе, иногда смотрю его бои. Интересно. Весь мир, вся страна. Как борец он же хорош. Да. Поэтому очень интересно за ним наблюдать. Очень интересно будет узнать, как реагируют окружающие. А в особенности представители мужского пола, когда узнают, что вы чемпионка по вольной борьбе. Ну, они удивляются, конечно, что думают, ты же такая маленькая. Как-то выигрываешь. Я думаю, не просят доказать. Да, я хотела спросить, просят? Да нет, не просят. Не подтрунивают? Ну, покажи, покажи, что ты умеешь. Ну, вот так бывает. Бывают, да? Шутят. Ну, ты какой-нибудь прием показывала? Ну, могу иногда показать. Вырубить сразу, чтобы лишних вопросов не задавали. Да, для них удивительно, что если я их просто подниму наверх, то, допустим, проход в ноги сделаю. Или мельницу. Мельница. Вообще приходилось когда-нибудь в реальной жизни применять свои навыки? Ну, как бы не в шутку, а вот были такие случаи? Нет, не было. Ну, как-то, может, был. Ну, это было очень давно. Ну, я как бы такая крепенькая девочка и больше выигрывала, чем проигрывала. Ну, как-то просто отстояла. Ну, как бывает, хотели там, не знаю, повалить меня или еще что-нибудь. Девочки особо любят за волосы сразу хватать. Поэтому я не давала. Да, кстати, мы уже обратили внимание перед началом программы, что у тебя очень длинные красивые волосы. Всегда приходится косы заплетать? И на тренировках? Да, на тренировках, на соревнованиях, чтобы не мешали. Девочки, бывает, и дергают за волосы. Ну, в борьбе нельзя, конечно, дергать прямо вот что-то. Ну, вот это как раз те эмоции, о которых я сказала, наверное, да, срабатывают? Да. Когда, допустим, она не может что-то сделать, она пытается как-то вывести из себя, может, соперницу. И начинает за волосы таскать. Ну, если судья увидит, он накажет. Могут балом наказать, ну, предупреждение сделать. А если как-то незаметно, то можно, в принципе, и дергать. А сама ты этим пользуешься? Ну, давай уж честно. Ну, специально, чтобы не отбывать, может, зацепляюсь. Случайно? Да, специально нет, конечно. Такого нет. Просто бывают тоже девочки с длинными волосами, как-то захват берешь и сразу попадаются в руку, вместе с захватом, там, руки, допустим. Вот так, чтобы специально, нет. Подскажите из опыта, пожалуйста, какие предпосылки должны увидеть родители, которые подумывают отдать свое чадо подрастающее в вольную борьбу и вообще в подобный спорт? Ну, вообще, надо... Ну, можно сначала попробовать привести, понравится, не понравится. Ну, мальчикам там, в принципе, я думаю, многим нравится борьба какие-то. Ну, вообще, можно просто для начала попробовать, чтобы они посмотрели, каково это, что такое борьба. Да, вот у нас мало девочек занимается. Хотелось бы побольше девочек заниматься. Вы приглашаете всех девочек и мальчиков. Расскажите, куда приглашаете, где вы занимаетесь конкретно в Великом Новгороде? Какой адрес? Дворец спорта, 10 на 9. Можно позвонить, узнать, когда и во сколько приходить. В соцсетях, наверное, тоже можно найти? Группа какая-то есть? Группа вот «Будь в спорте» есть. «Будь в спорте». Да. Там, ну, там, я не знаю, можно узнать. Ну, может, если написать, то, я думаю, можно узнать, где и что, и номер телефона даже. А если вам написать? Мне тоже можно написать. В личку. Мне тоже можно написать, я всё расскажу. Какие следующие соревнования? Какие планы? Может быть, грандиозные на дальнейшую перспективу у вас есть? Помечтайте немножко в соседях. У нас в воскресенье начинается сбор в Алуште. Ну, по приезду мы также приедем, будем сидеть на карантине, будем сдавать тест на ковид. Если всё хорошо, будем начинать приступать к тренировкам. Этот сбор, он почти месяц будет. Он вообще будет к чемпионату мира, который будет проходить в Сербии в декабре. Ну, как планировался проходить. А так он будет индивидуальный Кубок мира. Должен быть чемпионат мира, будет индивидуальный Кубок мира. Насчёт поездки на Кубок мира я пока не знаю. Будут какие-то, может, схватки отборочные. Я буду надеяться попасть в команду. А что на это может повлиять? Ну, вот я выиграла чемпионат России, но поехала на соревнования сейчас и стала третьей. А девочка, моя соперница, она стала первой. Ну, я с ней не попалась, но она выиграла турнир. Она, получается, выиграла у девочки, которой я проиграла. И поэтому, наверное, шансов у неё побольше поехать. Ну, посмотрим. Может поменяться ещё ситуация. Да, и может на схватках. Если буду постоянно выигрывать, то, может, что-то поменяется. Но это девочка, которая вообще завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио. Ну, вот Анатолий спросил тебя про ближайшие планы. То есть ты сказала, что соревнования, сборы и так далее. А вот далеко вперёд уже заглядываешь. Что вообще в принципе? Разберяда. Да, но в следующем году будут Олимпийские игры. Насчёт Олимпийских игр я пока не знаю, кто и как куда поедет. Будут несколько турниров отборочных. Будут тренеры, тренера главные смотреть, кто поедет и что. Кто будет в какой форме на сборах. Чемпионат России также будет отборочный. Будут смотреть, готовиться. Ох, Надя, мы от лица нашей программы, от всей души желаем победы и победы. И ничего и другого. Мы будем за вас судить. Спасибо. И как-то в спорте говорится, болеть. Совершенно верно. Спасибо. Приходите к нам ещё. Вопросов много. Побеждайте. Будем ждать вас, соседи. Спасибо. И огромный привет тренеру Олегу Алексеевичу. Хорошо. Тренер, я хотел сказать, мудрый, а Надя умница. Это так. Дорогие соседи, с редакцией нашей программы можно связаться по телефону 638-005. Мы благодарим нашу гостю и прощаемся. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.